Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. И в каждом пропеллер слышен... Прекрасное настроение, ощущение великолепного здоровья. Однако здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Что бы я вам хотел сказать? Возможно, ни на одном канале, может быть, я не знаю, не разбирается сам процесс. Сам процесс, да, и процесс оздоровления. Сам процесс, когда возникает заболевание, как это медленно накапливается, податка, бах, люди думают, что это бах, оно бахало дымным-давно, тлело внутри. Вот, то есть сам процесс. Мы уже с вами прошли, вы можете на канале посмотреть. Через голодание я проводил людей, которые голодали, выходили, показывал, что там, что там получается. И вот, и вот сейчас я вам рассказываю про один из таких величайших методов самоздоровления и лечения. Это клизма. Я примерно так вам рассказал, что, что, как. Что важно сначала провести организационные мероприятия, немножечко понять, как это работает. И дальше это огромное поле деятельности над своим организмом. Поэтому я буду, как бы сказать, вести такой дневничок и делать отчеты, отчеты делать. Что происходит с моим организмом. Вот я сделал три процедуры. Сегодня была четвертая, но три процедуры, а потом когда четвертая. Что я заметил после трех процедур. В первую очередь сначала чернота вышла, потом ее меньше. И вот сегодня, то есть после третьей клизмы, я увидел, что, наконец-таки, заработала нормально печень. Стул стал естественного желтоватого цвета. Уменьшилось тут напряжение в области живота. Где-то на полтора килограмма вес ушел. Ну, даже как-то стало легче в области поясницы, знаете, там, ну, всякое бывает. Как-никак. 70 лет вроде бы я занимаюсь, и все нормально. Но, тем не менее, вот как-то только хоп, исчезло. Ну, и что вроде бы особо никто не говорит, это когда вы делаете, значит, вот эти оздоровительные процедуры, тем самым, в смысле, воздействуете на толстый кишечник, вы тем самым устраняете источник интоксикации, который в основном идет оттуда. Это лучше сказывается на картине крови. Вы становитесь более энергичными. Это сказывается на работе, в первую очередь, печени и желчного пызра, потому что печень, многострадальная печень, она сразу же загрязняется от толстого кишечника. Снимается, естественно, нагрузка на иммунитет, потому что вот эти вот миллиарды, знаете, вот этих вот бактерий через толстый кишечник всасываются и пошли там по крови. Ну, короче, много интересных вещей происходит. И даже такие, такие интересные моменты, вот мне 70-е год, уже скоро будет брякнуть чисто. В интимном отношении сегодня был интим. И, знаете, очень яркие были вот эти вот все эти сладострастные ощущения. То есть, когда у вас в той области, где обычно бывает у человека застой, где уже все это как-то окончание притуплены из-за обилия этих шлаков, когда это все расшлаковывается, как бы сказать, получается второе дыхание, значит, получается такие вот в интимном отношении довольно-таки интересные результаты, более яркие, более насыщенные, более длительные. Вот такое вот, чтобы я отметил еще. Это то, что когда я начал делать, я уже подзабыл, как это, что. А сейчас, вот именно сейчас, правильное положение, легко и просто, значит, уже и вода входит в толстый кишечник гораздо лучше. Меньше там разных, знаете, каких-то организационных моментов связанных с тем, что вода какая-то налилась, еще что-то там разлилось. Подержать в толстом кишечнике. Как раз и раз поднял, она туда поглубже залилась. С нисходящего отдела толстого кишечника в поперечный отдел. И дальше уже восходящий, так потихонечку, не все сразу расшлаковывается. И вот такие вот интересные вещи. Как видите, настроение бодрое, деятельное, энергии много. Я еще помню тогда, когда я впервые осваивал эту науку очищения организма с помощью процедуры клизмы. Я заметил, глаза блестят, энергия появилась, выносливость появляется. Ну вот, вот такой дневничок буду так изредка вам поставлять, чтобы вы понимали, как это работает. Потихоньку, не спеша, все это делается. И далее, далее, я думаю, и состав менять, и воздействует уже против кое-каких вещей, о которых я расскажу в дальнейшем. Что, что, как и происходит. Это очень интересная будет рубрика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова